День полярного медведя отмечают 28 февраля в России, Норвегии, Канаде, Гренландии и США. С 2008 года дикое животное занесено в Красную книгу со статусом вида, находящегося под угрозой исчезновения. По приблизительным оценкам ученых, сегодня в мире насчитывается около 25 тысяч особей. Пристальное внимание охране краснокнижного животного уделяют и в Ненецком округе. Несмотря на то, что белый медведь обитает вдали от человека, встречи людей с дикими животными происходят все чаще. В Ненецком округе за последнее время животное было замечено в нескольких прибрежных селах округа. Несколько дней молодая медведица мешала работе буровиков Стобойского нефтяного промысла. Самку дважды усыпляли и перевозили сначала на остров Долгий, затем на Вайгач. Но не только встречи с животными, но и случаи браконьерства фиксируются в нашем округе. В апреле на острове Вайгач был найден убитый белый медведь. Браконьер был найден. Им оказался житель города Воркуты. Суд по этому делу состоится в Наринмаре в ближайшее время. Случай незаконного сбыта медвежьих шкур был выявлен буквально на днях. В феврале 2015 года сотрудниками отдела химической безопасности продействия коррупции Управления МВД России по Нескому округу в взаимодействии с казенным учреждением Неского округа, Центром передопользования и охраны окружающей среды и открытым акционным обществом Наринмарский объединенный отряд пересчитала незаконную деятельность жителей округа, осуществляющих незаконное охранение, перевозку и сбыт шкуры белого медведя, занесенного в Красную книгу Российской Федерации. Уголовное дело возбудили по статье «Незаконная добыча оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенных в Красную книгу Российской Федерации». Максимальное наказание – лишение свободы на три года и штраф до одного миллиона рублей. К Международному дню белого медведя Управлением МВД России по Ненецкому автономному округу наградили специальным дипломом Всемирного фонда дикой природы России, отметив их успешную работу по расследованию этих серьезных преступлений. Последний раз судебный процесс над браконьерством на территории Российской Федерации проходил на Чукотке в далеком 2007 году. Ситуация с браконьерством белого медведя в округе находится и под контролем главы региона Игоря Кошина. Люди должны понимать, что убийство арктического хищника, занесенного в Красную книгу России, уголовно наказуемое преступление, подразумевающее серьезное наказание. Ненецкий автономный округ является одним из активных регионов России по защите белого медведя. Эту работу мы проводим совместно с Российским фондом дикой природы, разрабатываем схему поведения людей при встрече с хищником, который все чаще стал появляться в прибрежных поселках и нефтепромыслах. Говорят, что уровень развития белого медведя гораздо выше, чем у многих млекопитающих. Он всегда знает, где его дом, даже если уходит от него в поисках добычи за десятки километров. Наша же задача сегодня – сохранить для белого медведя его дом, суровую и экологически чистую Арктику, сказал глава региона Игорь Кошин. Сегодня популяция полярных медведей находится под угрозой. Сказывается изменение климата. Если сегодня не будут предприняты серьезные шаги по изменению ситуации, то лет через 20-30 количество мишек уменьшится в три раза.